Здравствуйте! В эфире канала Алида ТВ. Вы смотрите информационную программу события в студии Лидия Поздняк и сегодня в материалах наших корреспондентов. Техника уже в поле. В Лидском районе начался сев яровых зерновых. Вместе даже на работе. В семье Кубчик на предприятии Лидские пищевые концентраты работают мама и дочь. Их голоса и репертуар покорили жюри. Три награды завоевали лидчане на открытом областном фестивале патриотической песни «Сердце земли моей». Звездный час для тех, кто любит танцевать. В Лиде прошел 19-й открытый региональный фестиваль-конкурс детского любительского хореографического творчества «Хрустальный башмачок». Хозяйство Лидского района приступили к севу яровых зерновых культур. На прошлой неделе первыми посевную технику вывели в поле аграрии филиала «Дитва» открытого акционерного общества «Лида Хлебопродукт» и сельхозпредприятия «Песковцы». Затем к ним присоединились коллеги из других сельхозорганизаций. На сегодня в нашем регионе засеяно почти 850 гектаров, а это 4% от плана общего ярового сева, который превышает 19200 гектаров. Яровой сев в этом году составляет 19000 гектаров, яровых зерновых около 9000 гектаров. Нам нужно посеять семенами. В этом году хозяйство района обеспечено на 120% к потребности, то есть подготовились в этом году хорошо. Механизаторов, конечно, не хватает, но будет привлекаться техника с города. На помощь город придет в селу. Масса сев зерновых культур наступит где-то с 1 апреля. До 1 мая мы должны полностью завершить сев. Работа сейчас направлена на подкормку азимых на зерно. Это в районе 11200 гектаров. Азимова рапса необходимо подкормить хозяйством 3790 гектаров. Ведется также подкормка многолетних трав, сенокосов и пастбищ. По итогам работы за 2018 год Березовский горысполком признан победителем среди Березовского городского и сельских советов депутатов и исполнительных комитетов. По словам его руководителя, ушедший год был достаточно успешным по разным направлениям деятельности и подтверждение тому почетный диплом первой степени. Такая же награда у Березовского горысполкома была и по итогам работы за 2017 год. Службы города на протяжении всего 2018 года работали слаженно, комплексно и стабильно. Это основная заслуга всех организаций на протяжении всего года. Оценку, которую мы получили за работу городского совета, она, конечно, лестная, но хочу сказать, что это комплексная оценка работы всех служб именно города. Конечно, в первую очередь это работа исполкома, так как оценивалась работа исполкома службами Лицкого райисполкома. Все отделы управления Лицкого райисполкома давали оценку нашей работе и по итогам суммирования всех результатов Березовского райисполкома и занял первое место по итогам работы за 2018 год. И еще о Березовке. Ее спортивный зал в последнее время привлек внимание общественности. Спортсмены-любители местной мини-футбольной команды не согласны с оплатой за аренду зала, так как до недавнего времени он предоставлялся им бесплатно. В отделе спорта и туризма Лицкого райисполкома поясняют, полученные средства пойдут на содержание и обслуживание объекта. Физкультурно-спортивные сооружения Лицкого района предоставляют спектр платных услуг по физической культуре и спорту согласно действующим нормативно-правовым актам. Виды услуг, тарифы, предоставляемые льготы определенным категориям граждан можно увидеть на страничке «Физическая культура и спорт» на официальном сайте Лицкого райисполкома, либо на созданных интернет-сайтах и страничках в социальных сетях районных спортивных учреждений. Предоставление услуг направлено на удовлетворение потребностей в занятиях физической культурой и спортом, лиц которым предоставляются эти услуги, укрепление и сохранение их здоровья, привлечение дополнительных финансовых средств для развития физической культуры и спорта, расширение материально-технической базы организации физкультуры и спорта, обеспечение повышения эффективности функционирования физкультурно-спортивных сооружений. Полученные средства направляются на развитие материально-технической базы, оплату коммунальных услуг, закупку инвентаря и оборудования. Плату за предоставление платных услуг могут производить не только сами занимающиеся, но и распространено широко у нас. Это могут делать администрации предприятий, профсоюзные комитеты и организации, а также общественные объединения. Инспекция Министерства по налогам и сборам Беларуси по Лицкому району сообщает, что налоговыми органами до 1 апреля принимаются заявки на присвоение статуса «Лучший плательщик налогов и сборов». Справки по телефону в Лиде 52-63-13. Также налоговая инспекция сообщает, что 31 марта 2019 года истекает срок представления годовой индивидуальной бухгалтерской финансовой отчетности в налоговый орган. Продолжаем выпуск. Когда работа – семейное дело. Это о литчанке Марии Купчик и ее дочери Ольге Валюкевич, профессионально связавших себя с предприятием «Лицкие пищевые концентраты». О них материал нашей коллеги Лилии Киени. Мария Купчика родилась и выросла в Молдавии. Там же после окончания школы получила профессию повара. Говорит, всегда нравилось готовить, однако долго радовать других своими блюдами не пришлось. Она вышла замуж и переехала на родину мужа – в Лиду. Повара мне не пошла работать, потому что тут другие блюда, во-первых. Там холодники были разные, эти блюда, я не знала чего. Ну и я выбрала такую профессию. Я пришла на завозе, тут пища концентратия. Мне понравилось, я поглядела, мне понравилось. Ну и я так и выбрала. Я когда пришла, я как зашла в цех, я как поглядела, такая чистота была. Я до сих пор в глазах. Чистота, красиво. И начальница была хорошая, я говорю, Кушинская Мария Ивановна. Она очень нас, как говорится, я говорю, уважала нас и очень много учила нас. Очень много. Ну мы от нее и так и учились. Этим воспоминаниям 30 лет. Именно столько Мария Купчик работает на Лидских пищевых концентратах. Начинала Мария Федоровна в цехе расфасовки пряностей, как укладчик-упаковщик. А спустя 9 лет перешла на участок Геркулес, где и работает до сих пор. Пряности, кукурузные палочки, ванильный сахар, лимонная кислота. Мария Федоровна отлично знает, во что все это упаковывается. Было две смены, три смены. А теперь уже другое оборудование. Легче работать. Сильно изменилось. Теперь и планы даем больше, я говорю. И качество, я говорю, лучше теперь стало. Потому что другое оборудование. У Марии Федоровны две дочери. Старшая Ольга решила пойти по стопам мамы. После окончания Гродненского техникума бизнеса и права, где она училась на технико-экономиста, устроилась на Лидские пищевые концентраты. Причем она, как и мама, упаковывает готовую продукцию на участке Геркулес. Помню те школьные годы, когда были экскурсии по заводу, по цеху. Приходили бесплатно палочками, потому что мы ее ели. Конечно, запах рома от этой палочки. На протяжении всех моих лет я знаю, чувствую. Работаю я уже как-то на заводе 9 лет. И все эти 9 лет вместе с мамой в одном цеху. И большой плюс для меня, так как у меня есть ночка. Теперь мы в разные смены можем друг друга поддержать и в разные смены пойти. Плюс, когда была беременна, конечно, она мне помогала. Где-то тяжелое поднести, где-то что-то принести. Сегодня общий трудовой стаж семейной династии, основанный на предприятии Лидские пищевые концентраты Марии Купчик, небольшой. Всего 39 лет. Однако Мария Федоровна говорит, это же только начало. У Ольги подрастает дочь. И может быть, она захочет связать свою жизнь с пищевой промышленностью. Конечно, пока об этом говорить рано. Ведь внучке Марии Купчик всего 6 лет. 15 юных активистов из Лиды в среду примут участие во встрече юных миротворцев под названием «Беларусь. Чудесный дом», организованный Белорусским фондом мира. Она пройдет в Минске, в Белорусском государственном цирке и объединит 1600 детей со всей республики. Это будут волонтеры, победители предметных олимпиад и творческих конкурсов, экскурсоводы, школьных музеев. Встреча посвящена теме мира как величайшей человеческой ценности. Подарком для детей станет цирковое представление. Три награды завоевали литчане на открытом областном фестивале патриотической песни «Сердце земли моей». Литчину на нем представляли художественный руководитель Йотковского дома культуры Олеся Яруничева, солистка эстрадной студии «Акцент Дворца культуры» Илона Жекшдрынь и вокальная группа «Шанс» Лидского музыкального колледжа. Жюри фестиваля определяла сильнейших в трех номинациях и в каждой наши земляки получили награду. Олеся Яруничева заняла третье место среди профессионалов в номинации «Солист-вокалист». Илона Жекшдрынь стала второй в номинации «Солист-вокалист». С победой вернулись домой участницы вокального ансамбля «Шанс» музыкального колледжа. Их выступление признано лучшим среди вокальных групп, трио и дуэтов. Первое место им принесло исполнение баллады про мати. В конкурсе патриотической песни «Сердце земли моей» наш коллектив принимал участие уже второй раз. И наше выступление оказалось успешным. И было высоко оценено членами жюри. Ну и, конечно же, представлять личину стало для нас большой ответственностью. Вот, наложило ее на нас. Ну и, конечно же, это было большой честью для нас. И мы смогли достойно представить личину на этом конкурсе. Конкуренция, конечно же, была. Это были различные коллективы из всей Гродницкой области. Но мы смогли получить высокую оценку жюри. И, кстати, председатель жюри отметил нас как наиболее полюбившийся коллектив. Ну и, конечно же, мы смогли завладеть публикой. Потому что во время нашего выступления в зале воцарилась тишина. И все только слушали то, как мы исполняем наше представленное произведение. Конечно, это сильная песня. И ее нельзя было ни преподнести, ни прожив каждую строчку. И мы смогли это сделать. И поэтому первое место – это наш совместный труд. Поэтому хочется сказать спасибо нашему руководителю, Светлане Геннадьевне Бойко, и, конечно же, первому секретарю Лидского отдела БРСМ, Каспорской Ольге Анатольевне, за то, что мы смогли пробиться в Гродно и смогли представить личину. Вопросы интерактивности, мобильности и открытости современной библиотеки обсуждали в Лиде специалисты управления отделов образования, методисты, курирующие работу школьных библиотек, руководители методических объединений, библиотекари, учреждения образования. Областной семинар проходил на базе 16-й Лидской школы, где создан областной ресурсный центр, который называется «Роль информационно-библиотечных центров в научно-методической информационной поддержке образовательного процесса». Гости узнали, как на базе школьной библиотеки учащиеся проходят допрофессиональную подготовку и как библиотекари сотрудничают с педагогами. Им было представлено краеведческое направление в библиотечной работе, а также презентован социально ориентированный проект «Я читаю малыша». Увиденное и услышанное впечатлило участников семинара. Они были единодушны в том, что такой богатый опыт работы школьной библиотеки стоит перенять. Завершился семинар «Виртуальным путешествием по Японии», которое провела библиотекарь одной из минских детских библиотек, руководитель инфоцентра японской культуры Масако Тацуми. Она представила видео, на котором показала работу своих коллег с детьми. Я работаю в детской библиотеке номер 5 города Минска, поэтому очень интересно было слушать разные-разные опыта, разные проекты, разные акции, которые проходят в школе номер 16 в городе Лида. Очень много работы делают уважаемые библиотекари. Я сегодня очень много чего научилась. Мне самому очень хотелось больше работать. Я думаю, что все-таки больше дети, слушатели, посетители нашего центра участвовали своими руками, что-то делать. То можно оригами, можно что-то другое, какую-то технику, какую-то традицию из Японии. Очень хочу это попробовать. Не просто так слушать, не слушали о Японии. Именно больше набрать опыта, попробовать. Масако Тацуми в подарок библиотеке 16-й Лидской школы преподнесла журнал о Японии на русском и японском языках. Подарком для участников семинара стал мастер-класс по изготовлению японского журавлика. Хрустальный башмачок сверкал в Лиде. В 19-й раз участники открытого регионального фестиваля конкурса детского любительского хореографического творчества порадовал жюри и зрителей интересными оригинальными танцами, отточенными движениями и красочными костюмами. Наш корреспондент Анастасия Хрещанович все видела сама и сейчас расскажет о своих впечатлениях. 40 хореографичных коллективов с Гродзенской и Минской областей приехали в этом году в Лиду к себе показать и за узнагороды хрустального чаровичка позмогаться. Танцоры выступали у трех взрослых группах. Самым маленьким удельникам фестиваля конкурсу было только семь, самым дорослым – семнадцать. Однако перед выступлением хваливались все, а лекари выходили на сцену, быцем другое дыхание открывалось. На фестивале конкурсе «Хрустальный чаровичек» коллективы выступали у двух отделений. Сначала свои номеры показали те, кто не имеет звания «Узорный», а после – те, кто его оборонил. Дети демонстрировали эстрадные и народные, и народно-сценичные танцы. Жюри глядачов завороживали и маленькие танцоры, которые были крихунеуполненными в движениях, и старшие, которые профессионально держались на сцене. Гости из Любани, танцевальный коллектив «Гареза», приехали у Лиду с боевым настроем. Опыт выступлений у них богатый, тому и керавника Лена Шимуль, и ее зорочки различовали на «Хрустальным чаровичку» только на перемогу. Их мари реализовались. В номинации «Народный и народно-сценичный танец» в средней взрослой группе этот коллектив занял первое место. В номинации «Эстрадный танец» в молодшей группе «Гареза» стал другим, а у старейшей – третим. Первая эмоция – это ответственность за то, чтобы, как вам сказать, оправдать своего преподавателя, то есть оправдать его ожидания и показать самый лучший уровень. А второе – это эмоции радости и счастья, что можно такое испытать, что можно показать себя, посмотреть на других и получить тоже какие-то эмоции, отдачу и отдать свои эмоции другим. Литшину на фестивале конкурса «Хрустальный чаровичек» представляли семь коллектива урозных установ. Был сирот их и постоянный удельник, узорный ансамбль танца «Забавушка» Литской детячей школы «Мастатство». И он пропоновал на суд жюри и глядачу три свои номеры. Мы, можно сказать, уже ветераны этого конкурса. Мы уже много раз участвовали в этом конкурсе, и это, конечно же, волнительно. Первый раз, безусловно, это очень страшно, но сейчас мы уже привыкли, и с каждым разом это уже какой-то опыт, мы набираем какой-то опыт, и все легче и легче танцевать. «Забавушка» за усёды поспехово выступает на «Хрустальным чаровичку». У этого коллектива несколько его дипломов и один гран-при. Всё лето выступление «Забавушки» так само было поспеховым. Два первые места в старейшей и средней взрослых группах в номинации «Народный и народно-сценичный и эстрадный танец» и третье место за «Народный и народно-сценичный танец» в средней взрослой группе. Выбирать «Пераможца» у жюри «Хрустального чаровичка» было, как и за усёды складано, потому что каждый из коллектива умел свою особенность. Разом с этим оценки нужно было выставлять. Мы сегодня увидели очень много достойных, интересных коллективов. Может быть, где-то кто-то немножко не дотянул, но есть шанс вырасти. Есть ещё место для того, чтобы расти. Очень много достойных постановок было. Это говорит о том, что с нашими ребятами работают очень хорошие специалисты. Ребята на сцене живут. Ребята дышат этим искусом. В вынике 19-го открытого регионального фестиваля конкурса «Дитячая матерская хореографичная и творчести «Хрустальный чаровичек» подведены Узнагороды уручены, а лишь коллективы не отпочивают. Они уже в пошуку новых интересных тем и новых постановок. В образ 2 года их зберет юбилейный 20-й «Хрустальный чаровичек». В конце выпуска немного спортивной информации. Минифутбольная команда «Литсельмаш Юни» одержала победу в группе «Б» юношеского чемпионата Беларуси. В заключительном матче группового этапа она обыграла соперника команду «Щучин ГРГУ» со счетом 6-1. Первая строчка в своей группе позволила футболистам дружины «Литсельмаш Юни» войти в финальную шестерку юношеского чемпионата. Это все на сегодня. Хорошего вечера! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова